Доктор Кук, пришла весна, у людей появились новые проблемы. За зиму накопился зимний жирок, и многие хотят избавиться от него, чтобы быть стройными, так сказать, с лёгкой походкой, идти на пляж, загорать и так далее, и так далее. Но проблемы тоже остаётся. Как избавиться от жира, как изменить свой вес, как его убрать, этот лишний вес. Для многих это просто непосильная задача, которая превращается в IDFX, но нерешаемая. Я думаю, что просто диетами с этой проблемой не справиться. Нужна психотерапия. Что бы Вы посоветовали? Как быть? Что делать? Какой есть выход? Какие есть решения проблемы? Здравствуйте! Всех приветствую! Тема очень интересная, очень интересная. Немножко запоздали, немножко запоздали. Уже много можно сделать хотя бы в март, апрель, май, чтобы на пляже выглядеть хорошо, да, привлекательно, иметь стройную фигуру. Вот, когда говорят, проблема похудеть, слово худеть от слова худо. Правильно Вы сказали, что именно быть стройным, подтягивным, иметь хорошую фигуру. Вот это постановка дела. Избавиться от лишних килограммов, это опять движение от. От чего идем, к тому и придем. Поэтому совершенно другой подход. И у меня уже в 90-е годы, в начале 90-е, я начал проводить свои программы. Именно путь к идеальному весу. И первые группы здесь в Таллине проходили в музее здравоохранения, групповые занятия. Уже, уже очень большой опыт. У меня книга написана, но просто руки не доходят. Вот, просто ее взять и напечатать, да, оформить. Я проводил группы в интернете. Я даже не видел, не видел участниц этих групп. А опыт, результаты просто поразительные. И избавляются от животиков, ведь это самая большая проблема, избавиться от живота. Конечно. Нельзя ставить так. Некоторым мужчинам это самый лакомый кусочек. Вы что, с животиком? Но самая прелесть. Поэтому, ну, у каждого свои идеалы, конечно. Да, мы знаем, мы знаем. Проблема лишнего веса уходит в психологию. Мы знаем, что люди, склонные к лишней полноте, они очень тревожные. Тревожные. И мы знаем, что вот заедают свою тревогу или другие какие-то эмоциональные неудовлетворенности. Известно, что состояние сытости создаёт впечатление облегчения. Какую уж там ставит задачу себе женщина, какие там у неё узлы, противоречия. Но именно, именно сладости. Ну, деликатесы какие-то. Количество пищи. Не происходит это так, что вот человек нападает, одну тарелку съел, вторую. Ну, просто вот явное обжорство. Что происходит на паромах, которые отправляются из Сталина в Хельсинки или из Сталина в Стокгольм. Ну, обжираловка. Просто праздник живота. Это там можно увидеть. А так незаметно, постепенно. Дело привычка. Во-первых, я не применяю никаких диет, никаких ограничений. Просто берётся пищевое поведение здорового человека. Человека, у которого нет проблем с лишним весом. И вот эта здоровая модель пищевого поведения, мы просто берём её себе. Ориентируемся на неё. Там работают принципы умеренности, самодостаточности. То есть, люди учатся относиться к еде, как она того заслуживает. Во-первых, еда – это неотъемлемая часть нашей жизни. Но мы вспоминаем о еде, когда действительно голодны. Действительно. Вот здоровое отношение к пище. Мы должны научиться и кушать. Не по часам. Вот просто подошёл обед, и надо обязательно. А хочет ваш организм? Нет. Почему нужно обязательно запихивать эту пищу? По часам. Вот дурные привычки, связанные со временем, связанные с тем, что какие блюда предпочитают. Поэтому надо обратить внимание. Как человек отвлёкся, и прошло чувство голода, соблазна, вот это чувство ложного голода. Настоящий голод ничем не перебить. Настоящий голод действительно проголодались. А остальное всё чувство ложного голода. И женщины не могут отличить. Вот учатся на программе, слушать своё тело. Действительные потребности удовлетворяют. А остальные потребности, это своего рода эмоционально-поведенческая программа. Коррекция пищевого поведения. Вот эту программу можно назвать, ну, мультяшный герой. Червяк-обжор. Он требует, он требует. И женщины, того не понимая, кормят своего червяка-обжору, идут на поводу, отсюда и проблемы лишнего веса. Чем более гармоничная личность, чем больше умеет осознавать, понимать свои потребности, тем лучше. У некоторых вот ложное представление, что вот надо тренироваться, надо заставлять себя бегать. Физическая активность не средство построения. Надо правильно понимать. Физическая активность, это неотъемлемая часть нашей жизни. Физическая активность, во-первых, снимает уровень кортизола, гормон тревоги, во-вторых, мы во время физической активности сжигаем негативные эмоции. Своего рода хороший дренаж. Это неотъемлемая часть нашей жизни, а не средство построения. Поэтому просто надо новые привычки. Относиться к еде умеренно, самодостаточно. Научиться слушать свое тело, удовлетворять психологические потребности психологическим способом, а не пищевым. Не пищевым. Еда для нас это строительный материал. Да, я сказал. Еда для нас это эстетическое удовольствие. То есть вкусовые удовольствия. Но для того, чтобы насладиться, не надо килограмм-два винограда поглотить. Достаточно две-три ягодки. Гурманы, люди особые, ценители вкусной пищи. Они едят очень мало. Они умеют смаковать. Они умеют различать, разбираться в тонкостях пищи, приготовления. Вот на это надо ориентироваться. Мы не должны себя лишать удовольствия и вкусно покушать. Но большого количества-то не надо. И люди садятся за стол. Не только еда, как самоценность, а это праздник. Это способ общения. Прежде всего. Ну, во время трапезы что-то там съесть. Это не главное. И вот когда физическая активность, но уже в другом качестве, плюс происходит коррекция пищевого поведения, проблем с лишним весом не бывает. Но это надо все во время программы изучить, посмотреть, научиться, применять все тактики, стратегии, научиться расслабляться естественным путем. Тогда происходит снижение веса. За рекордами не гонитесь никогда. Если у вас идет снижение веса полкило за неделю, то это очень хорошо. Это физиологические рамки. Если идет резкое снижение веса, это плохо. Это стресс для организма. Поэтому не надо применять какие-то радикальные способы. Не надо применять. Я против голодания. Ну, может быть, один-два дня разгрузочные дни. Этого достаточно. Поэтому люди учатся и в интернете, и в реальных условиях, и ко мне приходят каждую неделю так. Это бег на длительную дистанцию. Есть и стабильное идет снижение веса полкило за неделю. Это очень хорошо. Ну, а это стабильно. Идет снижение количества пищи. Качество улучшается самой пищи. И организм продолжает питаться. Тысяча, тысяча двести килокалорий идет примерно вот так в день уже снижение. Организм продолжает питаться. Да, количество пищи уменьшилось. Но организм продолжает питаться. И берет необходимое из депо, из жировой ткани. Расщепляет жировую ткань. Превращает жировую ткань в чистую энергию. И человеку этого достаточно. И надо возвращать себе стройность. Вес творческий, весело, активно, легко, осознанно. Каждый килограмм, который уходит, он должен быть осознан. Осознанно. Теперь весы. Бояться встать на весы. А вдруг я опять, а вдруг я опять прибавил или мой вес. Вот когда становитесь на весы и вес стоит. Это друзья. Весы наши друзья. Значит, по программе вы не работали как нужно. А чтобы приучить свой мозг к осознанию и пониманию, надо прежде всего вести дневники, наблюдать за собой, отмечать все нюансы. Вот когда идет это, и терапия дневником в том числе, и используются все подходы программы, идет замечательно. Люди возвращают себе стройность, и больше к ней не возвращаются. Потому что выработаны новые привычки в пищевом поведении, и уже места для червяка обжора не остается. Очень интересная программа. И обсуждение, я помню. И все. Ну вот сохранился весь материал, допустим, вот я занимался по интернету. Весь материал. Вот просто бери и издавай все. Книга будет на расклад. Я знаю, что это востребовано всегда. Ну вот по поводу пищевого поведения и коррекции пищевого поведения. Разумно, профессионально надо подходить. И я учу каждую женщину именно для себя быть психотерапевтом. Для себя искать альтернативу этому пищевому, неправильному пищевому поведению. Конечно, это связано и с детством, и с детскими психотравмами, с родительской семьей. Конечно, это связано. Отношения с мужчинами. Тоже. Вот у полных женщин получается, что и сексуальная неудовлетворенность. Оргазм в холодильнике. Они забывают про эту сторону. Поэтому надо подходить профессионально. Пишите, обращайтесь. Когда знаешь, получается красиво, легко и свободно. Поэтому поймите, что это бег на длительную дистанцию. И за полгода вы сами поразитесь этим результатом. Не гонитесь на эту рекламу. Там за такое-такое время, столько там килограмм, 18, 16. У всех параметры разные. Формы пищевой зависимости тоже разные. Тоже разные. Некоторые отговорки находят. Вот у меня гормональные. У меня самые большие результаты были. Вот когда я проводил в Ташкенте, большая группа пригласили меня показать эту программу. Самые лучшие результаты были у женщины молодой, у которой в институте эндокринологии нашли патологию гипофиза, гормоны, сбой какой-то. У нее были самые лучшие результаты. А были применены простые психологические приемы, стратегии, подходы. У нее был самый лучший результат. Поэтому не надо искать отговорки. Чем быстрее вы включитесь, не будете бегать по кругу. А то что получается? Сезонно надо корректировать свою фигуру и так далее. Что получается? Женщины идут на что угодно. Подшивают себе желудок, вставляют кольца, делают липосакции, пластические операции, вырезают жир. И что? И что? Проходит полгода. Опять нарастает. Потому что все проблемы здесь, в мозгу. Там нужна коррекция, а не по телу.